Как разобрать зубную щётку Xiaomi Miya T300? Необходимо извлечь вот эту заглушку, выкрутить винтик, достать следующую заглушку, отжать два лепестка, нажать им на шток, извлечь устройство. Что с ней приключилось? Первое. Вода через эту силиконовую резинку постепенно попадала внутрь щётки, попала в двигатель, попала на контакты аккумулятора, попала, естественно, в кнопку включения, попала на контроллер, значит, ну и так далее. Что было проделано? Было проделано отмыто, покрыто цапом лаком. Кнопка была отремонтирована по причине того, что её высота, так сказать, вот этого пенёчка, нажатия, она определённая, и, соответственно, заменить мне нечем было. Поэтому я её вскрыл, почистил мембрану, она там вся была, грубо говоря, ржавая, в окислах, мембрану, контактные площадочки, и потом я вот так вот залил моментом, клеем просто плёночку такую создал. отгнили контакты аккумулятора, которые также были восстановлены, припаяны, также были покрыты цапон лаком, и, в общем, вот сейчас вот чётко работает, так сказать, в исправном состоянии. остаётся теперь её поместить в этот корпус и залить эту часть герметиком, ну, а дальше вот эту вот часть, которую я некрасиво расковырял, аккуратненько подровнять, обточить. В общем-то, вот такая вот история моей щётки. Если у вас нет и не было никогда такой щётки Xiaomi, вот в данном случае трёхсотая MiE, то должен вам сказать, что после применения подобного аппарата на обычную щётку уже практически невозможно вернуться, потому что качество очистки в разы выше. необычу. Продолжение следует... Продолжение следует...